Мы сейчас устроим перестрелку. Ну, тигры, собственно, не стреляют. Перед участниками пять стрелковых рубежей. Мне подсунули кривые, поторвало. Блин. Забивай! Смогу его так вот. Ну, адреналин. Вот это уровень подготовки. Мы боремся всегда, прежде всего, сами с собой. Добро пожаловать на перестрелку. Я уже говорил, что мы придумали такую зарубу. Мы сейчас устроим перестрелку. Друзья, мы в Костроме на Костромском стенде. И мы сейчас устраиваем шоу перестрелка, на котором участвует Марат Сутаев. Спасибо. Главный военный человек против самого гражданского. Это шоу, в котором могут участвовать мужчины, женщины. Не важно, охотник ты или тактический стрелок, любишь стрелять из пневматики или просто увлекаешься стрельбой. Перед участниками пять стрелковых рубежей. Эти рубежи нужно пройти на время. Ну и главный судья соревнований у нас Саша Жаринов. Все ли оружие готово? Все ли пристрелено? Ты проверил? Да, все проверил. Все в полной комплектации. Мы готовы. Начало положено. Теперь нужно выбрать, кто пойдет дистанцию первым. Подкинем монетку и что? У меня пять тысяч рублей только. У меня карточка есть. Давайте на камень. Раз, два, три. Ага. Я хочу пройти рубеж приближенный к жизни. То есть вот в жизни случилась какая-то ситуация, ты как есть взял, побежал, стреляешь, перезаряжаешь и так далее. Хочу просто попробовать, работает эта моя концепция или нет. Перестрелка эта. Новый опыт со старыми знаниями. По правилам перестрелки каждому участнику необходимо пройти на время пять рубежей. Тропа «Зоркий глаз». Этот рубеж участник проходит с пневматическим оружием. По периметру тропы расположены 10 шариков. Задача стрелка — необходимо пройти тропу, найти и поразить максимальное количество шариков. Возможное количество баллов на рубеже — 10. Друзья, готов фиксировать время? Готов. А я даю старт соревнования. Ром, как только услышишь выстрел, можешь двигаться вперед. Раз, два... То ли не летит, то ли я не попадаю. Так, так, пульки, пульки. А это точно здесь, нет? Да, да. Можешь к ленте подходить, как тебе удобно. Можешь к ленте подходить. Можешь к ленте подходить. Так, если тебе ножа не затыкнуть, то ты дальше двигаешься? Да, да, да. Ну, соответственно, я не знал мишенную обстановку. По спорту, когда я выхожу на стрелковый рубеж, я знаю, где мишени. То есть, соответственно, все свое внимание я уделяю скорости. Здесь я сначала искал, потом стрелял. Из-за того, что я не очень понимаю, какая дистанция полета шарика. Там был шарик, я его видел, я в него стрелял, три раза не попал. Потом подошел на три метра и попал. Универсальный солдат – это тактический рубеж. Перед стрелком пять больших и пять малых мишеней. Задача – зарядить оружие и поразить все мишени. Возможное количество баллов на рубеже – десять. Так, что-то руки уже не слушаются. Ноги, по-моему, тоже. Марат, это так ты сможешь следить за происходящим. И следить к командному пункту. А вы потом запикаете, что я говорю? Да, да, да. Точно? Не понял. Так. Ром, давай! Сложность в том, что это оружие, которое я взял в первый раз в руки. Поэтому основная сложность в этом. По большому счету попасть было бы не сложно. Дистанция небольшая. Мишени хорошо видно, большие. Но из-за того, что адреналин, новое оружие были ошибки. Русский ковбой. Этот рубеж стрелок проходит с травматическим оружием. Задача – встать на двигающуюся платформу и с нее поразить десять мишеней. Мишени разноудалены от стрелка. Возможное количество баллов на рубеже – десять. Не-не, вот такой век самый лучший. Нормально, это нормально, нормально. Блин. Печатки сними лучше! Палис застрял, восемь. Так, короче, самое сложное – это заряжать, оказалось. Потому что реально на улице профатно. И пальцы особенно большие, которые максимально участвуют в заряжании пистолета. Почти не слушаются. Вот, есть. Раз. Блин, она качается. Я ему сказал уже – вперед. Да. Результатом я не очень забыл. Я с пистолетом вообще. У меня только один вариант. То, что главный судья соревнований не умеет пристреливать пистолеты. Я вообще не понял, куда он летит. Двигай, двигай! Главный по тарелочкам. Стрелок проходит этот рубеж с гладкоствольным оружием. Перед началом прохождения участник на 10 секунд видит схему, по которой полетят тарелки. Задача – поразить 10 вылетающих тарелок. Возможное количество баллов на рубеже – 10. Выбирай схему. Сейчас все по очереди. Левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая. Давай! Давай! Дин, самый главный – эмоции, эмоции. Мне кажется, балет больше за него, даже, чем за себя. Дай! Дай! Еще два, да? Да, еще два. Дай! Он левую бумагу. Тарелки просто меня удивили. Я поразил, если или половину, или больше половины. Хотя вообще их не стреляют. Вот здесь я выбрал тарелочное оружие. Тарелочное, вот это вот. Оно легкое, комфортное, прям классное ружье. Тарелки надо стрелять с двух слов. Стометровка. Это финальный рубеж перестрелки. Мишень диаметром 15 сантиметров расположена на дистанции 100 метров от стрелка. У участника есть только 10 выстрелов из нарезного карабина, чтобы поразить ее. При попадании в мишень произойдет взрыв, который останавливает время прохождения всех рубежей. Ну что, сейчас последний выстрел. Ром, попробуй с первого выстрела. Спокойно. Левее вверх. Теперь можно из останка. Это последний рубеж, но он заканчивает, мы не будем мешать. Подойдем поближе, посмотрим и спросим у него впечатления. Право, вниз. Ниже. Какой высадка? Я уже что-то... Я уже 5-го. На час попал. Сантиметр один от отверстия. Да, выше, выше. Выше, выше. Выше, выше на час. На один час. Ниже. 7 часов. Ниже. На 2 сантиметра ушла. Вот это класс. Вот это уровень подготовки. Какого? С 7-го. С 99-го, по-моему. Ну, адреналин, самое главное, хапнул, хапнул. А самый прикол, что, короче, тарелки, которые я отродясь не попадал и не стрелял, я попал больше, чем из пистолета. У меня куча претензий ко всем. Мне подсунули кривые патроны, кривой пистолет. Кривые руки. Кривые руки мне подсунули. Вставили кривые пальцы и... Фу. Первый участник у нас прошел. Марат, готов ты идти на тропу меткий глаз? Я был пионером, я всегда готов. Любые соревнования я рассчитываю не чтобы занять первое место. Занял первое место, то будет непонятно, что ты не можешь. Займешь второе, третье место, да? А тогда будет понятно, где ты проигрываешь, где ты слаб. И эти места нужно будет потренировать. Пересрелка. Это соревнования для настоящих мужчин. А. Второй шар готов. Так, пусть слугой. Ничего себе. Где остальные? Они, наверное, их пугали. Третий готов. Четвертый готов. Третий готов. Странно. Пятый готов. Третий готов. Третий готов. Третий готов. Я вообще, как бы, спокойно. Не такой, как бы, человек, который прям летит. Там все это бам-бам-бам. Все нужно делать, мне кажется, спокойно будет. И как раз посмотрим, возможно, кто-то будет бежать быстро, все пытаться выполнить быстро, просто проверим, как получится. Марат говорит, я медленно буду, бежит, как олень, как тигр. Вообще, пять мишеней поражаю очень быстро, это их схорд идеальный, 12-й калибр сейчас редко стреляю, но на стрел у меня около 50 тысяч вообще. Проходил долго, да? Лес проходил долго. Ну он такой, да, нестандартный такой. Если он все попадет, значит у меня кривые лица. Может быть платформа качающая немножко там дала. Может быть мы пробежали немножко и здесь немножко сыграло свою роль. Немножко волнения. Вот эти плюсики, плюсики, плюсики в итоге чуть-чуть привели к плохому результату. Сначала у тебя будет две правых, потом две левых, опять две правых, опять две левых. Патроны на рубеже. Дай! Дай! Долго ведет. У него стратегия, он их добивает на полу. Блин! Дай! Дай! Блин, ну мне так нравятся соревновательные вот это вот, блин. Фух. Добивай! Дай! Блин. Дай! Я, как опытный тарелочник, сейчас Марату несколько мастер-классов. Не, я в них попасть не буду. Дай! Дай! Да, это вообще ноль. Ну, реально ноль. Ну, что, я никогда в везде их не стрелял. И самое важное, я почему-то не видел вылет на ревну. Я не знаю, почему. Кто это укладились подробно? Так, что обычно говорят, так, а он мне что кричал? На час, вот сейчас я ему тоже сам буду кричать. Ты знаете, как в соревнованиях по боксу? Левой, левой, работай! Низко помьет. Я еще, короче, решил сначала-то стоя стрельнуть. Я видел, первый, да? Да. Потом понял, что не надо, да? Нет, после того, как всем сидя еще промазал, думаю, хорошо, что я только один стоя стрелял. Я просто не хочу подсказывать, я, как сказать, точно не знаю, куда он попал. И любая моя эта может сбить его. Не хочется. Хотя, конечно, я бы сказал, что не дергай спуск, прицеп. А много? Чуть-чуть левее. Сейчас скажу, на 7 часов где-то 10 см. Переживаешь, как он быстрее или медленнее? Ну, я переживал до тарелок. После тарелок я перестал. Меньше переживаю. Куда? Да. Я думал, что с одного попаду. Параси, по-моему, все сломал там. Поздравляю. Спасибо. Ну, плохо, плохо. Благодарю тебя за травмат, потому что после этого рубежа я решил вообще уйти из стрельбы. Но смотрю, что еще подзадержусь. А тарелки, тарелки как у тебя? Я никогда в жизни не стрелял. И знаете, что интересно? Я не видел вылета тарелки. Почему, я понять не могу. Ты, может, два глаза закрывал, когда целился? А надо было меньше. Меньше? Насколько? Друзья, у нас готовый результат. Я зову главного судью соревнований. Кстати, рубежи готовил он. А оружие он пристреливал? Так что все претензии, мы знаем, кому прямо являть. Ну, что ты скажешь? По баллам участники набрали одинаковое количество. Кто-то был хорош на круговом стенде, кто-то по тарелочкам. Но, Марат, ты прошел первым. Отрыв у тебя 28 секунд. Ну, на самом деле, ты заребался. И тебе прибавляется 10 очков за первое время. Нет, я... Я тебе кричал, друзья. Победители соревнований от компании HotActiv получают пистолет с колостой, чтобы тренировался дома, чтобы более четко стрелял, отрабатывал движение. То, что как раз тебе с удачным. Поздравляю тебя, Марат. Ну, и, конечно, Ром, тебя тоже. Я думаю. Приглашение. Спасибо. Сегодня прошло первое соревнование. Каждый может принять участие в нашем шоу. Пишите в комментариях. Любите оружие, стреляйте. А это была перестрелка. Я могу вот так вот туда сюда. Ну, могу попасть. Пойдем кистолет проверить. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok